Ольга, что вам известно о количестве погибших наемников ЧВК «Вагнер» в Украине? Вы знаете, их больше, чем 8 тысяч. Причем я бы сказала, что больше на порядок. Ну смотрите сами, в ЧВК «Вагнер» было звербовано чуть меньше 50 тысяч человек. На сегодняшний день 5 тысяч вернулось в Россию. После полугода службы, причем большинство из них ранено. И на фронте остается где-то порядка чуть меньше 10 тысяч. Как раз примерно 8 тысяч и остаются. Ну вот читайте, да, то есть мы знаем, где находятся 13 тысяч. Извините, а еще 37? А где еще 37 тысяч? Понятно, что часть ранена, часть в плену, часть пропала в безвести, часть дезертировала. Но все равно погибших больше на порядок, чем 8 тысяч. Конечно, больше. И сейчас «Вагнер» не интересуется людьми, которых он отпустил. Потому что они все, эти 5 тысяч, ушли домой с подписанными контрактами, с обязательством вернуться, но пригожен с очевидностью со всех владел к этой теме, к заключенным. Тем более, что его не пускают в тюрьмы. И сейчас вербовкой занимается Министерство обороны. И вот вы первые, кому я рассказываю о новом в этом деле. Вот у меня есть сообщение. Это вчерашние сообщения из Свердловской области. А я напомню, что Свердловская область самая насыщенная область тюрьмами. Здесь 46 мест лишения свободы. И вот сообщение. Новое в наборе. Речь идет о всех зонах. Это зона номер 13. Знаменитая «Красная утка», где сидят бывшие сотрудники разных силовых органов. Это и ФСБшники, и дорожная полиция, и следователи, и прокуроры, и просто люди, там, служившие, например, в ВДВ. Но это такая знаменитая колония, где, в общем, на самом деле умеют обращаться с оружием. И, в общем, военнообязанные. 52-я колония, 47-я колония, колония номер 2 в Екатеринбурге. Они забирают отовсюду и сразу подписывают заключенный контракт с Министерством обороны. Но не на полгода, как с Вагнером, а сразу на 18 месяцев. Обещают зарплату, как у мобилизантов. И обещают, что будут на передовой, и в том числе будут трыть окопы. Вот сейчас вот такие свежие данные. И меня, на самом деле, потрясла эта цифра, да, потрясло, что 18 месяцев контракт. То есть, видимо, Министерство обороны предполагает, что через 18 месяцев война будет продолжаться. А есть данные, что уже люди соглашаются с этих колоний идти? Да, да. Они идут с 1 февраля по всей России. И, собственно, я не знаю, какое слово подобрать. Наемничество. Вроде бы это не наемничество, потому что Министерство обороны предлагает контракт. Призыв – это тоже не призыв. Мобилизация. Ну, да. Наем по контракту, видимо. Он происходит с 1 февраля. Вообще условия предлагались примерно такие же, как у ЧВК «Вагдар». То же самое по зарплате. Только ЧВК «Вагдар» говорил, что зарплата будет 100 тысяч рублей в месяц плюс 100 тысяч. Итого 200 тысяч в месяц. Там зарплата премия. А Министерство обороны предлагает 8 тысяч рублей в день. Что, в общем, одно и то же. И все то же самое. Помилование и так далее. И вот сейчас вдруг возникло из очень надежного источника, который захватывает вообще всю Свердловскую область. Давние проверенные мы не можем им не доверять. Вдруг цифра в 18 месяцев. И пришло подтверждение, что точно такие же контракты предлагаются, например, в Яславской области. Мы сразу же стали проверять вчера. То же самое, в 18 месяцев. Я не понимаю, что при этом происходит с обещанным помилованием. Оно через полгода, а потом ты служишь как вольный человек. Или оно через 18 месяцев. Но похоже, что через 18. Ну, мы удивлялись, когда... Удивлялись, поражались. Когда заключенных начали набирать в ЧВК «Вагнер». Это, если не ошибаюсь, июнь-июль прошлого года. Но когда это уже Министерство обороны. Как это с точки зрения... Ну, вот просто человечности. Не знаю. С точки зрения 21 века. С точки зрения просто какого-то здравого смысла. Как это можно... Этому вообще есть объяснение или нет? Конечно. Объяснение очень циничное. Очень циничное. Очень рациональное. И даже вот несколько объяснений одно циничнее другого. Ну, вот смотрите. Пригожину так и не дали легализоваться. Он пытался в парламенте в российском как-то легализовать вообще частные военные компании наемничества. У него ничего не вышло. А Министерство обороны смогло провести закон, по которому они могут вербовать людей с судимостью. Здесь существует судимостью. С судимостью то есть, собственно, заключенных. Это во-первых. Во-вторых, российское население смотрит на это с большим воодушевлением. Потому что им кажется, что пока забирают заключенных, не заберут их. Это ошибочные суждения. Поскольку заключенных на момент начала войны было 420 тысяч. Сейчас их меньше из-за того, что забрали. Но еще добавляются новые и новые заключенные. И потом не забываем туда плюсовать заключенных, похищенных с территории Украины, Севастопольской области. Две с половиной тысячи человек. То есть вообще остается резерв довольно значительный. Ну, 1250-300 еще можно согнать с мест лишения свободы. Ну и сейчас пришла новая судебная статистика. Вот по первым трем месяцам 2023 года увеличились темпы посадок. То есть суды стали давать сроки чаще и больше. То есть зона будет пополняться. Но все равно это 250-300 тысяч. Ну хорошо, но 350 тысяч они возьмут. Ну все, дальше все. Нужно им для наступления, как мы знаем, 400-500. То есть все равно будут набирать мобилизантов. Ну и плюс ко всему давайте учитывать потери. Но заключенные мобилизованные, они выполняют очень важную функцию. В стране, где никому никого не жаль, заключенных жаль меньше всех. Меньше всего. И они снижают эмоциональную нагрузку с обычных людей, которым кажется, что вот пусть пока вот они идут, их утилизируют. Они все равно отбросы общества. Они все равно никому не нужны. Вот пусть они, а мы пока вот здесь поживем. Это, конечно, очень снижает вообще градус эмпатии. И без того замерзшим, задубевшим совершенно обществе, вне всякого сомнения. И, конечно, разрывает, полностью разрывает связку между преступлением и наказанием. И мы сейчас, например, видим, откуда берутся сотрудники тюрем на оккупированных территориях. Мы же с вами видим, что это сотрудники российского ФСИН. И видим, какие они устраивают пыточные. Мы помним с вами, что было в освожденном изюме, что мы с вами увидели. Весь этот ужас. Нам рассказывают пленные, обмененные, о том, с чем они столкнулись, в той же Еленовке, в Горловке и так далее, и так далее. Кто это? Это сотрудники ФСИН. Например, вы смотрите, в Иркутской области в феврале начался суд над сотрудниками ФСИН, которые пытались закрученных. Они изгнасиловали швабрами 300 человек. 300! И вот должен был начаться суд, вот прокуроры, вот адвокаты. А где же подсудимые-то? Они все написали заявление и ушли на фронт. Это они сейчас, эти люди, пошли в Горловку, в Еленовку, в сезон номер один Донецка, пошли доводить порядки на оккупированных территориях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok